Мы продолжаем серию сюжетов о детях, нуждающихся в помощи. Сегодня вместе с Росфондом рассказываем вам о Свете Пчелкиной. Пятилетняя девочка из Дзержинска с помощью родителей уже пять лет борется за здоровье и возможность получить навыки, так необходимые для полноценной жизни. Подробнее Ирина Константинова. Поражение центральной нервной системы у Светы Пчелкиной обнаружили сразу после рождения, а в пять месяцев девочке поставили диагноз ДЦП. С тех пор вся жизнь мамы и дочки Пчелкиных – реабилитация. Вот она любит все вот эти вот тресуточные движения. Любим мы ее поза, когда все умирают. А вот вам скажу, улыбка, да? Да? Скажет, может издевается, да? Скажет, как может. Большую часть жизни Анны Светы Пчелкиной проводят в реабилитационных центрах. Побывали уже не только во многих городах России, но и в других странах. Да и дома. Постоянные занятия на тренажерах и развивающие техники. Результаты, конечно, есть, но они небольшие. Они не мизерные, но они небольшие. То есть у меня ребенок научился сам сидеть, она ползает ногами, она переворачивается с живота на спину. Но это настолько мало, потому что Светлане уже пять лет, и в пять лет, естественно, ребенок уже должен ходить, бегать, прыгать, ходить в детский садик, сами понимаете. Сейчас девочку готовы принять в Московском институте медтехнологий. На лечение нужно 199 тысяч рублей. Семья у Пчелкиных полная, но из-за болезни Светы работает только папа, и средств на поездку в столицу нет. Помочь девочке может каждый неравнодушный. Нужно всего лишь отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5541. Стоит сообщение 75 рублей. Семья девочки уверена, хороших людей много. Ирина Константинова, Вячеслав Болякин, Вести, Приволжье. На прошлой неделе мы рассказывали вам о Насте Даниловой. У этой девочки тоже детский церебральный паралич. С вашей помощью удалось собрать 320 тысяч рублей. Этого для курса реабилитации более чем достаточно. Остатки средств Русфонд перечислит на лечение других нижегородских детей. Продолжение следует...